Проект ШИЗО Москва, 2018 год, 7 декабря, 7 часов вечера. Я поддерживаю проект ШИЗО, потому что я мама особого ребёнка. А в нашем обществе есть удобные диагнозы и неудобные диагнозы. Вот чтобы изменить ситуацию, я поддерживаю этот проект. Я стала мамой ребёнка с инвалида в 25 лет. И я столкнулась с проблемой, что нет никакой информации. Вот чтобы изменить ситуацию в обществе, чтобы мы учились видеть не диагноз, а человека, я поддерживаю проект ШИЗО и записываю это видео. Люди с особыми потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, так же, как и все остальные люди, бывают отзывчивые, добрые, бывают предатели, злые. И поэтому надо видеть человека прежде всего, а не его диагноз. Мы же смотрим фильм с Расселом Кроу «Игры разума» или фильм «Нейродетектив» с Эриком Маккорнаком. Нам сделали красивую упаковку, красивое название «Игры разума», «Нейродетектив». Красиво звучит, как красивый фантик. А авторы проекта ШИЗО, они говорят прямо. Давайте их за это уважать. То есть они прямо называют свой проект ШИЗО, они хотят говорить о шизофрении, потому что это важно не только для тех людей, которые с этим столкнулись, а для всего общества. Никто не застрахован. У моего сына Ромы не шизофрения, у него другой диагноз, но тем не менее я поддерживаю этот проект, потому что информация должна быть. Потому что мой сын родился в 2010 году, в 25 лет я стала мама ребенка-инвалида, и не было никакой правдивой информации, никакой поддержки, ни фондов, ни СМИ, ни от врачей никакой информации. Нас просто с ним хотели закрыть в четырех стенах, просто сделать из нас маугли. Я повторюсь, мой сын родился в Москве, не на задворках Российской империи, мой сын родился в сердце в России, в Москве. И вот 8 лет никакой поддержки, одна дискриминация, одно угнетение, унижение, оскорбление и дискриминация. Мы в полном вакууме, никакой ни информационной поддержки, ни моральной поддержки, я уже не говорю о материальной. Ребенок не получает даже подгузников. Нас не ставят на очередь на жилье, ребенок не получал за 8 лет ни одной спецколяски. Я его таскаю на руках 8 лет. А если бы он получал реабилитации, которые ему гарантированы, конвенция о правах детей, он бы уже ходил ногами. Но у нас же нет никакой информации. У нас же просто оказывается давление на мать. И все. Чтобы изменить ситуацию в обществе, я записываю это видео. Субтитры создавал DimaTorzok